Канал «Сказано» приветствует вас! Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко «Кран для мирного атома. Как украинский олигарх Ахметов спасает Европу?» В четверг, 30 апреля, был отключен от сети третий блок Ровенской АЭС. Общая мощность работающих блоков энергоатома упала до 7300 МВт из 11400 МВт на конец декабря-начало января. К 1 мая аварийный блок был вновь запущен, но в тот же день был остановлен для проведения планового ремонта четвертый энергоблок Запорожской АЭС. Всего мощность украинской атомной генерации после досрочного закрытия Чернобыльской АЭС, консервации четвертого энергоблока Южно-Украинской АЭС и отказа от достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС составляет 13 880 МВт, 13 энергоблоков по 1000 МВт и 2 по 440 МВт. Таким образом, на сегодня работает чуть больше половины общей мощности атомной генерации. При этом надо иметь в виду, что вырабатываемая АЭС электроэнергия самая дешевая, что немаловажно для любой страны, но в украинских условиях тотального безденежья имеет особое значение. Часть неработающих энергоблоков находится в ремонте, но резерв атомной генерации составляет 3-4 тысячи МВт. С учетом цены вырабатываемой АЭС электроэнергии в 567 гривен МВт-час, понятно, что потребители электроэнергии переплачивают огромные суммы. Зеленая генерация продает электроэнергию по 4280 гривен МВт-час, а тепловая – по 1300 гривен за МВт-час. Две трети тепловой генерации и четверть зеленой контролирует ДТЭК Рената Ахметова. Если же учесть младших партнеров и непрямой контроль, Ахметов заслуженно считается монополистом на украинском рынке электроэнергии. Конкуренцию ему может составить только энергоатом со своей предельно дешевой электроэнергией. Логика любого бизнеса требует либо поглотить подобного рода конкурирующую компанию, либо уничтожить ее. Тем более это актуально для украинского бизнеса. Резкое сокращение промышленного производства, продолжающееся по сей день, сокращает спрос на электроэнергию. Следовательно, более дешевая атомная генерация получает увеличившуюся долю сократившегося рынка при тех же объемах поставок электроэнергии. Еще со времен Кучмы и Ющенко различные украинские олигархические кланы пытались поставить под контроль атомную генерацию и перенаправить в свой карман прибыли. Однако удавалось это плохо. Западные друзья Украины следили за энергоатомом не менее бдительно, чем в свое время за ядерным оружием. Если с последним Украину заставили расстаться еще на заре независимости, чтобы не иметь дела с обезьяной, вооруженной не чепуховой гранатой, но оружием массового поражения, то украинскую атомную энергетику попыталась поставить под свой контроль американская компания «Вестингаус», проигравшая «Росатому» конкуренцию на мировом рынке. Таким образом, Запад имел двойной интерес к контролю украинской атомной энергетики. Во-первых, он пытался наладить полномасштабную выкачку денег из системы при помощи механизма контроля энергоатома. Во-вторых, как минимум Европа опасалась, что собственный украинский контроль атомной энергетики будет недостаточно надежным и приведет к новому Чернобылю. Основания тревожиться у всех соседей Украины были. Например, из всех действующих на сегодня на Украине реакторов, проектный срок эксплуатации не вышел только у трех. До 2026 года может работать шестой энергоблок Запорожской АЭС, а до 2035 года четвертый энергоблок Ровенской АЭС и второй энергоблок Хмельницкой АЭС. Еще девяти энергоблокам Украина волевым способом, без согласования с Росатомом, без участия представителей производителя, просто продлила срок эксплуатации на период до 2023-2037 годов. Это было политическое решение, ничего общего не имевшее с ядерной безопасностью, и оно, естественно, не радовало европейцев. Пока Вестингаус был заинтересован в контроле над энергоатомом, украинские атомщики могли чувствовать себя относительно спокойно. Кто посмеет перейти дорогу американскому бизнесу? Не то, чтобы украинские олигархи совсем уж не обжуливали американских инвесторов. Но в основном речь шла о мелких спекулянтах украинского же происхождения, эмигрировавших в США. И то, во многих случаях, пользуясь своим статусом граждан США, эта мелочевка создавала богатейшим людям Украины проблемы, длившиеся десятилетиями. Выступить же против Вестингауса означало подписать себе смертный приговор. Однако в 2017 году Вестингаус обанкротился, а его восточноевропейские проекты по факту провалились еще раньше. Советские реакторы отказывались работать с американскими сборками, как не вертелся на пупе Вестингаус, пытаясь подогнать свою продукцию под советские стандарты. Проблемы американской атомной энергетики нас волнуют мало. Но с банкротством Вестингауса и его фактическим уходом из Восточной Европы энергоатом потерял надежную крышу. Теперь украинские олигархи могли разобраться с ним как угодно. Впрочем, ЕС и США все же отчетливо дали понять, что не желают, чтобы местные набобы, ничего не понимающие в атомной энергетике, получили контроль над украинскими АЭС. Они вполне отчетливо высказались по этому поводу еще в 2014 году, когда под шумок войны с Россией, в кавычках, атомные электростанции пытались взять под охрану, в кавычках, обслуживающие украинских олигархов нацистские боевики. Незваных охранников, в кавычках, как ветром сдуло, и больше они там не появлялись. Но, как было сказано выше, если ты не можешь купить или захватить конкурента, его необходимо уничтожить. Поскольку Ахметов не может поставить атомную генерацию под свой контроль, он отчетливо стремится к ее уничтожению. Энергоблоки не просто один за другим выводятся в ремонт и больше не возвращаются к активной работе. Совсем недавно, не прошло и двух недель, последние еще оставшиеся в отрасли специалисты от имени Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратились с письмом на имя президента Зеленского, премьера Шмыгаля и спикера Рады Разумкова. Они пишут о критическом состоянии отрасли, о том, что в НАЭК Энергоатом не назначены постоянные руководители, которые имели бы соответствующее разрешение органа ядерного регулирования и несли бы юридическую ответственность за безопасность АЭС. Они пугают власти опасностью нового Чернобыля. Но не понимая мотивацию действий властей, думая, что приводят аргументы в свою пользу, они на деле лишь ухудшают свою позицию. Да, власти Украины не хуже специалистов-атомщиков знают, что в любой момент у них может случиться новый Чернобыль. И далеко не в одной только атомной энергетике. Но премьер Шмыгаль – человек Ахметова. Фракцию «Слуг народа» в Раде, которая сделала Разумкова спикером и формально является опорой Зеленского, финансирует тоже Ахметов, хоть и не полностью. Ибо единой фракции де-факто уже нет. Сам Зеленский, отдалившись от Коломойского и приняв сторону Сороса и МВФ в спорах вокруг земельного закона и Приватбанка, нуждается в поддержке Ахметова. Ахметову же, как было сказано выше, атомная генерация не нужна. Она мешает ему зарабатывать. Украинская власть не собирается мешать Ахметову уничтожать атомную генерацию Украины. Наоборот, она ему поможет. Когда же отставные атомные генералы угрожают власти новым Чернобылем, они подсказывают ей ход, позволяющий не ждать еще несколько лет, а уничтожить атомную генерацию одним ударом. В Европе закрываются АЭС. Германия все свои закрыла давно. Мотивируют свою борьбу с атомной энергетикой европейцы именно ссылками на ее опасность, которая якобы проявилась в ходе Чернобыльской катастрофы. Опыт досрочного вывода из эксплуатации четырех энергоблоков-тысячников ЧАЭС и закрытия станции у Украины есть. Письмо обеспокоенных атомщиков тоже есть. Понимание европейцев можно сказать в кармане. Почему бы на радость Ахметову под предлогом спасения Украины и Европы от угрозы ядерной катастрофы не остановить оставшиеся реакторы? Уверен, что не только Европа не осудит, но и Россия вздохнет свободно. Ведь вопрос, что делать с атомными реакторами и прочими опасными производствами в разваливающейся Украине, не дает покоя не только общественности, но и российским политикам. А здесь Украина сама может решить значительную часть этой проблемы. Так, интересы ахметовского бизнеса, идущие вразрез с интересами населения Украины, могут совпасть с краткосрочными политическими интересами России и ЕС.